Рад всех приветствовать на первом занятии курса нормирования и оптимизации персонала. Сегодня мы с вами поговорим, зачем компании нужно планирование и нормирование численности персонала. Ну и традиционно это занятие первое, оно проходит в открытом формате. Вот так вот. Итак, значит, я задал себе вопрос, зачем кому-то нужно обучаться этой теме? Зачем нужно нормирование персонала, планирование численности? И вот такой ответ у меня получился, что благодаря знаниям, которые вы получите на курсе, вы сможете компании помогать быть более эффективной и лучше использовать и персонал, и деньги, которые на персонал тратятся. Как это работает, из чего это состоит, мы с вами сегодня и разберемся. У этого курса есть сайт, он выглядит таким образом, prittalacademy.workforce. Ну и немножко обо мне. Меня зовут Майк Плитула, вот компании, в которых я работал. Мне доводилось решать самые разнообразные задачи, связанные с персоналом в разных компаниях, в разных индустриях и, в общем-то, на разных этапах зрелости компании. В работе полагаюсь на лучшие мировые практики, какие-то сегодня даже из них будут упоминаться, какие-то исследования. Понятное дело, что это важно, это нужно, и я всем рекомендую отслеживать всевозможные публикации. Тех, кто с нами уже на курсе, вас ждут домашние задания. И когда вы успешно все домашние задания выполните, вы получите наш диплом. Он, как вы видите, обновился дизайн нашего диплома. Он выглядит еще более современнее, привлекательнее, и он, конечно, ценится. То есть работодатели уже спрашивают, какие курсы вы проходили. Когда они слышат, что это курс Майк Плитула Академия, это уже имеет ценность. Ну и наш диплом мы выдаем на специальной онлайн-платформе. Вот эта платформа, она такая международная. Многие компании пользуются этой платформой, то есть 1100 компаний-клиентов. Каждый месяц на этой платформе выдается 1,1 миллион дипломов. И вот я выбрал те компании, которые, наверное, вам известнее всего. Тут и Google есть, и Harvard University, Slack, Zendesk, в общем-то много. И ваш диплом будет во среде этих компаний на этой платформе. Идем дальше. Этот курс состоит из шести занятий, где мы поэтапно, детально разбираем все темы. Мы сегодня говорим в целом о том, что это за направление HR-деятельности и зачем оно нужно. Дальше мы будем говорить о том, как планировать численность персонала. Будем говорить, как нормировать численность, то есть понимать, сколько из тех, кто есть сейчас, нам реально нужны. Будем учиться оптимизировать эту самую численность. Будем говорить про эффективность, потому что напрямую зависят все предыдущие темы от того, насколько эффективно люди работают. И будем говорить о том, как всевозможные стратегии в области персонала, всевозможные планы решать с помощью разных HR-функций. От найма до сокращения, увольнения и так далее. Вот такие шесть занятий плотных, очень по насыщенности, по информации мы с вами будем проходить. И сегодня мы разберем многие такие базовые темы. Вы сегодня разберетесь, что это, как это, как это осуществляется в общих таких принципах. Крупными мазками в какой-то степени. А дальше уже будет дело техники, как это все делать. Итак, поехали. Начну я с того, что численность персонала, работа с персоналом и с ее численностью – это сложный аспект деятельности любой крупной компании. Для маленьких компаний, где работает 10-15 человек, там свои есть вызовы. Там вызовы, как найти вот этого еще одного, который плюс один, но это плюс 10% персоналу. Там вопрос эффективности обучения в крупных компаниях – проблемы свои. Да, вот я выбрал несколько вызовов. Это международные данные. Например, нефтегазовые компании откладывают крупные проекты по разведке и добыче в период рекордных цен из-за того, что не хватает ученых и инженеров. Потому что классические виды промышленности, классическая индустрия уже меньше интересна студентам, чем всевозможные новые типа IT-индустрии. Дальше. Аэрокосмические компании не могут выполнять графики поставок. Железнодорожные и транспортные компании четно ищут новое поколение инженеров, водителей, ремонтов. Энергетические компании сталкиваются с 5- и 10-летними циклами повышения квалификаций для наиболее важных профессий. То есть некоторые компании, они даже уже вынуждены не то, что там идти в высшее учебное заведение и с первых курсов переманивать к себе людей, а даже идут уже в школу, чтобы вот люди со школьной скамьи шли в правильный вуз и потом шли работать к ним. То есть планирование персонала, планирование, как решать свои бизнес-задачи с помощью людей, для крупных компаний это уже прям супер важная задача. Ну и для средних компаний, то есть если в компании работает 100-200 человек, уже возникают вопросы, которые мы обсуждаем сегодня на этом курсе. Дальше, когда мы говорим про персонал, почему это все так сложно? Дело в том, что персонал это дорого. И чем в более развитую экономику мы движемся, и чем больше экономика страны похожа на ведущие мировые экономики, типа американской экономики, тем это дороже. Когда-то персонал был относительно дешевый. Если вы посмотрите на среднюю зарплату в своей стране, вы, скорее всего, например, в Украине, вы увидите там 100 долларов, 120, 130, 150, 200 и так далее. И сейчас оно там идет, 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 наверное, к тысяче дойдет и дальше. И вот этот постоянный рост затрат на зарплаты, он удорожает персонал и делает персонал более дорогим ресурсом для компании. А, соответственно, мы говорим только о зарплате, там же еще есть много других видов затрат. Есть зарплата, есть премии и бонусы, есть бенефиты. Тоже тратятся деньги в дополнительной зарплате. Есть акции, опционы, какие-то отложенные бонусы. В общем, много всего есть. Куча персонала, который еще даже не учитывается. Например, персонал какого-нибудь там аутсорс-компании, которую мы привлекаем. Например, клининг нашего офиса. Это аутсорс, это еще там сколько-то людей, которые работают, но мы их не учитываем. Это тоже затраты. И есть много невидимых, скажем так, скрытых затрат, которые компании тратят на персонал. Во-первых, затраты потери эффективности работы, потому что люди там не обучены, не вовлечены. Затраты на то, что люди не ходят на работу, там иногда прогуливают или опаздывают. Затраты на низкую эффективность, на текучесть, куча денег тратятся на закрытие вакансий. Короче, на адаптацию. Много денег тратится на персонал. И именно поэтому, из-за того, что стоимость персонала огромная, компаниям нужно все более тщательнее к этому подходить. Когда у тебя ресурс дешевый, ты можешь об его эффективности не беспокоиться. Наймем плюс-минус 10, 20, 30. Не страшно. Чем более ресурс дорогой, тем больше ты уже начинаешь задавать вопрос. А нужно ли нам? А сколько денег мы тратим? А сколько нам это принесет? И вот мы движемся пока в то направление, где все только дорожает. Пока что персонал не дешевеет. Теперь ближе к теме сегодняшнего снятия. Планирование персонала. Я вот вначале сказал, что хоть мы называем этот курс нормирование и оптимизация численности, это привычное название, но в международном, глобальном HR, эта профессия, она международная, это называется workforce planning, то есть планирование персонала. Например, если вы посмотрите какие-то книги на тему персонала, какие-то исследования, нормирование, оптимизация численности и так далее. Короче, вот любые будете искать материалы, вы будете встречать именно в большей степени workforce planning. Есть разные близкие термины, но они будут крайне редкие, то есть непопулярные. Итак, планирование персонала. Что это такое? Это систематически имеется в виду, что регулярный, полностью интегрированный организационный процесс. Куда он именно интегрирован, мы сейчас обсудим. Который включает в себя упреждающее планирование, чтобы избежать, что это очень важно, мы поговорим, почему это важно, чтобы избежать избытка или нехватки талантов, исходя из стратегии и планов бизнеса. Вот это тоже стратегия, планы бизнеса, здесь важный пункт. Если нету стратегии и бизнеса, если нету планов бизнеса, то, конечно, заниматься стратегическим планированием персонала сложно. Сложно себе дать ответ на вопрос. Нам через год, хотя бы через год, я не говорю про 3, 5, 10 и так далее, нужно будет больше людей, нужно будет меньше людей, нужно будет каких-то других людей. Поэтому, конечно, стратегия плана бизнеса здесь основана. Он основан, этот процесс, на предпосылке или на допущении, что компания может быть укомплектована персоналом более эффективно, если она прогнозирует свои потребности в талантах, а также фактическое предложение талантов, которые уже есть или будут доступны. Что имеется в виду? Что часто для того, чтобы на какую-то должность поставить самого лучшего сотрудника, который может на этой должности быть, а это, в принципе, цель любой компании, чтобы каждая вакантная должность была заполнена лучшим игроком. Вот как в любом виде спорта, например, в футболе. Спортивный тренер и собственник спортивного клуба хочет, чтобы на каждой позиции был самый лучший игрок, чтобы команда выигрывала, чтобы клуб зарабатывал деньги. То же самое и в бизнесе. Компания хочет, чтобы на каждой должности был самый лучший сотрудник. И компания занимается комплектацией сотрудников на эти должности. Называется на английском языке «стаффинг». Так вот этот вот «стаффинг» можно сделать гораздо эффективнее, если планировать его заранее, чем если мы делаем это вот сейчас на сейчас. Например, у нас была вакансия, мы такие «О, пора найти нам сюда человека». И вот когда времени у нас совсем мало, у нас нет возможности найти самых лучших представителей. потому что эти люди, может, где-то уже работают, эти люди о нас пока ничего не знают, мы ничего не знаем о них, ну, есть много вот между нами барьеров. Если мы сейчас понимаем, что нам через год нужно там 10 каких-то инженеров, у нас есть целый год к этому подготовиться, построить в головах у этих людей понимание о том, какой мы крутой бренд, их найти, направить на них рекламу, пригласить их на какие-то конференции. То есть, когда времени много, у нас возможностей много, мы тогда потом не заклебываемся в этом найме, когда мы столкнулись и давай работать, давай пытаться как-то переманить. Нормирование, оптимизация, сокращение, найм, преемственность. Вообще-то тут можно много чего продолжать, у нас еще 100 занятий про это будет. Тут и бренд работодателя, и управление эффективностью, и обучение, и вознаграждение. Это уже часть процесса планирования. То есть, это уже способы, как достичь желаемого. Это сопутствующие процессы. Но самый главный процесс называется стратегическое планирование персонала или Strategic Workforce Planning. Вот как это называется. Теперь идем дальше. Какие проблемы и задачи компании решает этот процесс, когда он хорошо организован? Ну и опять же, международный HR, он предполагает, что в компании этот процесс существует. Итак, если компания работает более эффективно, она может избежать ненужных увольнений. То есть, она может даже за счет естественного оттока прийти к желаемой численности. То есть, не нужно платить компенсации, не нужно пытаться сохранить бренд работодателя, то есть, людям найти какое-то достойное место. Или панического найма. Панический найм, я не знаю, сталкивались вы или нет. Давайте так. Кто сталкивался с паническим наймом, ставьте плюс. Я с таким сталкивался, когда компания, уже опаздывая, должна срочно нанимать. Меня так однажды наняли на телеканал СТБ, когда компания не справлялась с закрытием вакансии. Представьте себе, я выхожу на работу на должность начальника отдела подбора и адаптации. Мне, конечно, говорили на собеседовании, тебе нужно будет построить процесс, сформировать команду. Но я выхожу на работу, начинаю знакомиться, как обстоят дела. У меня на работе один рекрутер работает, один рекрутер в отпуске. Я прошу рекрутера дать мне список вакансий. Она собирает. Я вышел в понедельник, в пятницу мне дает отчет. У нее 100 вакансий. Это телевидение, журналисты, режиссеры, сценаристы, продюсеры. Мы уже где-то с агентствами работаем. Где-то там уже вакансия месяцами не закрывается. Злющая руководитель. Это панический найм. Я в этой панике пытаюсь обеспечить компанию. А у компании от найма зависит старт проекта. X-Factor как раз запускали и многие другие такие масштабные проекты. И это очень сложно, это все разгребать. И компания просто упустила момент подготовиться заранее. Нанять рекрутеров, построить бренд, оптимизировать, построить еще процессы рекрутинга. Так что вот эта штука, она очень негативная и очень стрессовая и очень сложная. Идем дальше. Планируя заранее, HR может обеспечить менеджеров, имеется в виду руководителей, нужным количеством людей с нужными навыками, тоже немаловажно. Потому что обеспечить нужное количество можно практически всегда. Вопрос, насколько качество соответствует желаемому или уже руководители готовы на любые компромиссы. В нужном месте, в нужное время. Дальше. Планирование персонала правильно было бы назвать планирование талантов, поскольку оно объединяет элементы прогнозирования каждой из HR-функций, которые связаны с талантами. Это то, что я говорил вот здесь, что многие HR-процессы, они связаны с планированием персонала. То есть даже эти процессы становятся намного более осознанными. Например, часто говорят про такое понятие, как кадровый резерв. Кадровый резерв – ничто иное, как часть системы планирования персонала, потому что резерв подразумевает что-то в будущем. Так вот, когда нету системы планирования персонала, нету понимания, что нам нужно, то нету понимания, зачем нужен резерв, что с этим резервом делать, как туда людей отбирать, как их развивать, сколько им платить и так далее. Поэтому планирование персонала – это то, что идет сначала, а потом все остальное. Ключевые элементы планирования персонала. Ну, во-первых, это проактивный управляемый процесс. То есть это не реакция на что-то, а здесь мы берем наше будущее в руки и начинаем этим будущим управлять. Соответственно, он ориентирован на будущее, часто выходит за горизонт один год, хотя выделяют оперативное планирование и стратегическое. То есть иногда происходит планирование в пределах одного года, но оно обычно подчиняется более длительному планированию. Он сфокусирован на критически важных сегментах рабочей силы. Мы об этом будем говорить. Ну, к примеру, если у вас в компании… Я, конечно, могу ошибаться, но примерно 50 уборщиц у нас работало, 50 человек. Так вот, уборщица – это должность, которую относительно легко можно закрыть, требования не супервысокие, и там и адаптация простая. Планировать что-либо, связанное с уборщицами, особо и не нужно. Ну, разве что рассчитать количество уборщиц. Ну, планировать, как мы их будем нанимать, как мы их там будем привлекать и так далее, не нужно. Потому что для той компании уборщица не является критически важным сегментом рабочей силы. Уборщица, как пример, для другой компании, для клининговой компании – это все-таки уже будет стратегический сегмент, потому что клининговая компания – это основной ее персонал. Поэтому тут, конечно, от бизнеса зависит. Дальше. Этот процесс планирования интегрирован в бизнес-процесс и бизнес-планирование. То есть, по-хорошему, когда компания проводит стратегическую сессию или стратегическое планирование, она должна дальше заниматься планированием персонала. Потому что, если мы провели стратегическую сессию, мы напланировали какие-то амбициозные бизнес-цели, у нас там запускаются какие-то стратегические инициативы и внутренние проекты, а под это нужен персонал, а это все не готово, особенно если какие-то длинные такие проекты, то есть, если стратегия не на год, а хотя бы на 3-5 лет, обычно более глобальные сдвиги там предполагаются. Если мы под это не спланировали персонал, то эта вообще вся стратегия находится под угрозой срыва. Поэтому это очень важный процесс. И этот процесс основан на фактах и цифрах. Тут много будет цифр. На занятии про планирование численности, про оптимизацию мы будем говорить языком цифр. Разные формулы, разные расчеты. То есть, это не так пальцем в небо, а это на основании расчетов. Идем дальше. Уровни планирования численностью. Скорее всего, в вашей компании что-то делается в этом направлении. Вопрос, насколько это стратегический уровень. Выделяют 4 уровня, как компания может планировать. Простой уровень, просто планирование вакансий и планирование бюджета. В общем-то, здесь мало какой-то стратегии, мало каких-то расчетов. Просто смотрится, сколько было в прошлом году, какие вакансии нужно добавить, вот и все. Второй уровень – это когда уже используются какие-либо дашборды в области персонала. То есть, уже идет анализ внутреннего персонала, какие у нас есть люди, какие у них компетенции, уровни эффективности, демографические данные и так далее. Внешние данные. Анализируется информация по текучести, сравнивается и так далее. Это все равно операционные уровни. Вот третий, четвертый – стратегический. Значит, третий уровень – стратегическое планирование персонала и аналитика. Здесь уже мы выделяем ключевые сегменты. То есть, мы уже не приравниваем персонал друг к другу. Мы понимаем, что есть более важные и менее важные. И здесь мы уже строим разные модели, предсказательные и сценарии. То есть, мы моделируем, сколько каких нужно будет людей в зависимости от чего-то. И потом уже, видя меняющиеся данные, понимаем, сколько нужно реально людей. И четвертый уровень – это уже планирование человеческого капитала. Это такой уровень, когда мы все HR-процессы задействуем, включаем, чтобы наш персонал всегда был самый-самый лучший своевременно и по адекватной цене. Дальше. Через планирование персонала HR, он добавляет ценность в работу компании. Есть много чего, что делает HR. И вот планирование персонала, вот здесь отображен, это один из важнейших элементов. То есть, занимаясь этим, мы создаем ценность для бизнеса. Мы приносим пользу, мы окупаем деньги, которые на нас тратятся. Дальше. Как происходит схема планирования? Значит, такая очень верхнеуровневая. Мы дальше будем на курсе более детально ее изучать. Сначала мы должны понимать, что происходит с бизнесом. То есть, понимание бизнеса – вообще основа. Здесь нам нужно понимать планы, цели бизнеса, потребности бизнеса. Причем обычно мы рассматриваем это в контексте всевозможных сценариев. Дальше мы понимаем, исходя из того, кто нам нужен, кто у нас есть. Так, тут нам пишут, почему все на английском. Но я говорю не на английском. Не знаю, почему вам кажется, что все на английском. И вот текст не английский. А вообще английский нужно учить. Майк, можно, да, вопрос? А вот у вас на… Можно вопрос? И не будет существовать. Поэтому, если вы английский не знаете, ну, хотя бы умение читать, я вам точно рекомендую развивать. Дальше, значит, на втором этапе мы анализируем, какой персонал у нас есть и, в общем-то, какого персонала нам не будет хватать. На третьем этапе мы делаем моделирование, то есть мы смотрим, сколько нам это будет стоить, какого качества нам нужен персонал, где мы будем его нанимать. Потому что, когда мы рассматриваем все в таком более глобальном контексте, мы думаем еще и не только о том, сколько нанять, да, а где нанять. Потому что, может быть, удобнее нанимать не в нашем городе, а в другом городе. Может быть, на удаленку. И на четвертом этапе мы принимаем какие-то действия, связанные с персоналом. Опять же, это касается не только найма, а это весь цикл работы. Здесь мы применяем инструменты, или, точнее, скажем так, действия в рамках модели, которая известна как 6B. 6B – это очень такая классная модель, она называется 6B, потому что это 6 таких этапов работы с персоналом, и каждый из них начинается на букву B. Какие здесь этапы? Это, собственно говоря, найм персонала, это займ персонала, потому что мы не всегда должны людей нанимать, мы об этом сегодня поговорим. Это взращивание персонала, это удержание, развитие и увольнение. Вот тут есть разные активности, которые мы применяем, для того, чтобы иметь нужный нам персонал. Идем дальше. Значит, зачем мы так всем серьезно этим занимаемся? Дело в том, что для любой компании, чтобы она была успешна, компании нужны определенные ингредиенты. Вот, знаете, если вы готовите торт «Наполеон», если вы хотите, чтобы торт был хороший, его невозможно приготовить, если не применить нужные ингредиенты и нужные процессы, нужное оборудование. Без этого это будет не «Наполеон», или он будет не такой вкусный. То же самое любая компания, любой бизнес. Для бизнеса нужны определенные ингредиенты. В бизнесе это принято называть «капабилити». Такое слово, я его перевожу как «возможность», кто-то переводит как «способность», кто-то и так, и так. Это, по сути, то, насколько мы для компании поставляем один из ключевых ресурсов построения бизнеса. Компании нужно, чтобы люди, они были всегда доступны в нужном количестве, с нужными навыками, с нужными качествами. Без этого компания не может планировать что-то, какие-то действия развиваться, не может реагировать на ситуацию и так далее. То есть, на самом деле, от этого много чего зависит. Кто из вас, например, учился на экономических факультетах, я вот вспоминаю свое обучение в ВУЗе, и у нас была такая книга «Экономикс». Я даже в конце занятия там ее привожу как пример в прошлой книге для изучения работы экономики. Так вот, на любом экономическом факультете, на базовом курсе по экономике вы изучаете классические факторы производства, их раньше было четыре, потом добавили информацию. Это земля, труд, капитал, предпринимательская способность. Считается, что предприниматель, соединяя четыре фактора производства, создает, в общем-то, какой-то продукт. Труд – это важнейший, ну, труд в таком понятии классическом, мы это сейчас называем персонал. Персонал – это вообще важнейший ингредиент для любой компании, а для некоторых компаний это один из главнейших. Например, возьмите IT-компанию, какой-нибудь стартап. Земли у IT-компании нет, она им не нужна. Труд – да, люди, капитал – да, инвестиции, и вот предпринимательская способность. Предпринимательская способность, собственно говоря, это то, что есть у основателя, можно сказать, условно, бесплатно. Капитал – это платно, и это очень важно, да, это ресурс, на котором все развивается. И остаются люди, то есть люди плюс капитал равно бизнес, ну, плюс предпринимательская способность того, кто это все создал. поэтому можно сказать, что в современной компании, условно говоря, HR-департамент и департамент, отвечающий за привлечение инвестиций, а часто это просто генеральный директор, это два самых важных ингредиента. Что, если у компании этих возможностей не хватает, то есть HR не справляется с персоналом? Это риск того, что в будущем, определенный момент времени, уровень возможностей будет недостаточен для достижения результата, что может привести к потере дохода для организации. Например, если у вас сеть магазинов, да, такой понятный всем бизнес, вы не сможете открывать новые магазины, если вы не можете нанимать нужный вовремя персонал. Это то, с чем розница часто сталкивается. Вот кто работает в рознице или работал, знает по себе, насколько компания зависима от найма и насколько при открытии каких-то точек, магазинов, там срочно, давай, давай, давай. Ну, понятно, там переводится старых магазинов часть людей, но туда в старых магазинах или ресторанах возникает дефицит. Кроме дефицита есть и другая плохая ситуация, это избыток возможностей. То есть, когда этих возможностей больше, чем необходимо. Казалось бы, ну и классно, на самом деле эти возможности стоят денег, да, люди, они же получают зарплату, это тоже плохо. Если мы пытаемся как-то эту возможность сбалансировать, сократить, у нас тогда возникает либо необходимость увольнения людей, либо какие-то другие проблемы. Поэтому любая компания, она как бы старается балансировать, чтобы не было избытка и не было недостатка. Да, и вот эта вот балансировка, она зависит от умения планировать персонал. В противном случае, либо компания будет страдать от того, что людей не хватает, это не только касается ритейл-бизнеса, это касается и IT-компании. То есть, если компании не хватает разработчиков, она просто не может выпускать новые функции и начинает проигрывать конкурент. Среди многих продуктов, например, тех же систем для автоматизации HR или рекрутинга, те, кто не успевает разрабатывать новые функции, начинают проигрывать. Поэтому способность нанимать разработчиков, тестировщиков и остальных ребят тоже напрямую влияет на успешность бизнеса. Ну и с другой стороны, опять же, нанять больше, чем нужно, тоже нельзя, они все инвестиции прокушают и денег не останется ни на что. Дальше, значит, еще почему важно заниматься планированием персонала. Вот смотрите, есть интересные данные, какой процент, это данные от SHRM, какой процент затрат на персонал в структуре общих операционных затрат. Ядерная энергетика 60%, здоровье 52%, профессиональные сервисы и IT-индустрии 50%, авиаиндустрии 33%, производство, добыча, строительство 22%, розница 18%. То есть, как мы видим, сейчас очень популярно IT-компании, как мы видим, на людей тратится очень-очень много денег и я думаю, что эта цифра не будет уменьшаться. Дальше, важно, как я уже говорил, балансировать между тем, сколько людей работает и тем, что компания может делать с этими людьми. А здесь, соответственно, ряд вспомогательных таких процессов, которыми компания управляет. Это и правильная композиция персонала, какая-то орг структура, как они друг с другом взаимодействуют. Правильное количество, управление рисками, управление затратами, управление своей временностью, ну там найма, сокращение и управление локациями, то есть, где эти люди располагаются. Вот это вот все то, что включается в планирование числости. Дальше, мы часто говорим персонал-персонал, вроде как автоматически представляем штатных сотрудников, но важно понимать, что штатные сотрудники они не единственный формат и более того, в мире даже уже как бы компании стараются больше переходить к разным видам, не то что не штатных, временного персонала и разновидности временного персонала, потому что в мире люди очень дороги. Например, когда я работал в одном стартапе, у нас офис был в Киеве, а наш один из конкурентов был в США. у конкурентов была гораздо более высокая доля рынка и больше денег он зарабатывал, но в штате было 10 человек. Мы были стартапом, очень маленькими, мало зарабатывали денег, но у нас уже было 100 человек. Почему? Потому что мы были в Киеве, а они были в США. Во-первых, в США больше развитые все виды временного персонала, во-вторых, зарплата разработчика там была 150-200 тысяч долларов в год, а у нас 24, то есть там в 5-6 раз меньше, чем у них, поэтому численность другая. Но мир меняется, зарплаты будут расти, они уже растут, они будут расти, потому что удаленная работа позволяет многим людям работать из любой страны на самые дорогие, самые успешные компании. То есть разработчик, уже даже HR, рекрутер может находиться в Киеве и работать на американскую компанию. Поэтому компании будут в большей степени засматриваться на временный персонал. Есть разные виды временного персонала, вот одна из схем разновидности, ну есть, во-первых, контракторы, мы их называем фрилансеры, те, которые нанимаются на какую-то конкретную работу, получают, как правило, почасовую оплату. Есть время на занятость, то есть берем на 3 месяца под какой-то проект, есть занятость по вызову, подписываем контракт, но оплачиваем, говорим, что вот ты жди, мы тебя позовем, когда нужен, оплачиваем по факту. Например, какие-нибудь ремонтные сотрудники, которые ремонт осуществляют, они нам не нужны в офисе, но когда что сломается, мы их вызываем. частичная занятость, парт-тайм, такой тоже вариант, дальше сезонная, это все, что касается, например, сельскохозяйственной продукции, которая очень сезонная, совместная занятость, лизинговый персонал, когда мы арендуем людей, мы говорим о компании лизинговой, дайте нам 100 человек на месяц, аутсорсинг, когда мы даже передаем вообще все управление, сейчас популярно уборку офиса, охрану офиса передавать на аутсорсинг, чтобы даже не заморачиваться. Работа, сделанная по найму, то есть имеется в виду разные творческие работы, креативные, когда часто право собственности приходит в компанию, и, конечно, удаленные сотрудники. В общем-то, разновидностей временного персонала много. Теперь по поводу сегментации. Мы говорили, что есть сегментация, зачем она нужна? Сегментация нам позволяет понять, какие сотрудники нас интересуют больше всего и на каких сотрудников мы должны сфокусировать больше наших усилий, потому что, как я уже говорил, некоторых сотрудников банально очень легко найти и заменить их. Вот, например, какая может быть сегментация. Сходя из стратегии бизнеса, мы можем выделить стратегические роли, те, которые имеют ключевое значение, вообще от них все зависит, от того, кого мы наняли, потому что они, по сути, что-то там производят. Есть просто ключевые должности, которые нам помогают в бизнесе, есть поддерживающие должности, а есть должности, которые, может быть, уже не нужны для бизнеса. Тоже мы должны понимать, что у компании нет задачи весь свой персонал из года в год сохранять. У компании есть задача быть гибкой, выживать, зарабатывать деньги. А какой-то персонал, какие-то роли могут переставать быть актуальными. С этими ролями нужно своевременно разбираться, то есть своевременно нужно находить те роли, которые уже не нужны, и высвобождать их. Второй вопрос возникает, что делать с людьми, но если это все делается заранее, то обычно находятся способы. У меня как-то однажды был интересный проект, еще время работы в банке, вот как раз был такой проект по оптимизации, даже не по оптимизации, там перестроение бизнеса, новая стратегия. Так получалось, что большое количество людей в разных отделениях по всей стране попадали под сокращение. То есть их роли централизировались и даже в другой город вносились. И мне тогда еще, я был рекрутером начинающим, мне достался такой список, я уже точно не помню, по-моему, 350 человек, и у меня был год, чтобы их куда-нибудь распределить. Я вот отчитывался каждый месяц, кого я куда распределил. В итоге мы, по-моему, никого не сократили, там одного-двоих людей сократили. То есть работая с ними, кто-то естественным образом увольнялся, там кто-то еще что-то делал, а большинство, вот были вакансии, были другие коллеги-рекрутеры, которые возле меня сидели, и я на все вакансии, куда я мог, я этих людей предлагал, чтобы их трудоустроили. Дальше. Когда мы говорим о планировании персонала, мы, конечно, обязательно используем такой термин, как FTE. И мне кажется, он популярен, но даже не переводят, хотя перевод у него есть. Его переводят как ЭПЗ. Звучит менее благозвучно, поэтому мне кажется, что будут говорить FTE чаще. FTE расшифровывается как Full-Time Equivalent, переводится как Эквивалент Полной Занятости, отсюда ЭПЗ, или еще говорят Full-Time Equivalent, то есть то же самое. Итак, FTE. Значит, когда мы говорим про людей, мы думаем не столько про людей, сколько про роли. Мы предполагаем, что вот есть роль и есть какой-то стандартный рабочий график. Обычно 40 часов в неделю. Так вот, роли не всегда означают равно люди. Например, если у вас работает два совместителя по 20 часов, у вас будет одна роль, но два человека. Это вот важно научиться разделять, потому что немножко разные вещи. Когда мы занимаемся более тонкими вещами, например, нормирование персонала, мы предполагаем, что человек стандартно работает 40 часов, но ведь он может поработать и 50 часов, и даже, может быть, иногда 60 часов в неделю, и мы можем ему это оплатить. Поэтому мы должны думать категорией, вот есть человек, он может работать разное количество часов, а есть роль, и в этой роли может быть тоже какое-то наполнение. Так вот, принято считать, что есть роль как FTE, и это 40 часов в неделю. Дальше, есть разновидности этих FTE, это так, для терминологии, возможно, вам это понадобится. Есть таргет FTE, я тут дальше где-то так, где-то так пишу. Таргет FTE это количество, которое требуется, мы тут для примера, пусть это будет январь, например, которое требуется предприятию на январь. И вот оно в том, сколько требуется как бы должностей. Например, если FTE один, а два человека работает по 20 часов, это будет два человека. Дальше, есть бюджетирование, бюджет FTE. Это то, сколько выделили в бюджете. Вы, наверное, кто сталкивался, знает, что компании бюджетируют каждого человека. И компания продвинутая, она бюджетирует не просто каждого человека, она бюджетирует пересмотр заработной платы по каждому человеку. Иногда бюджетируют отпускные, то есть дополнительные всевозможные расходы. Вот, так очень тонко подходит. Дальше, есть контракт от FTE. Вот, это уже, когда учитывается, кто сколько поработал. Дальше, есть financial FTE. Это, когда прошло уже какое-то время, люди отработали, и мы же уже учитываем разные сверхурочные, не сверхурочные. есть планируемые, есть планируемые или прогнозные FTE. Это, когда мы, понимая, сколько люди на самом деле работают, прикидываем, сколько у нас и в будущем будет необходимо. То есть, например, если человек где-то перерабатывает, работает в итоге 1,2 FTE, то мы по прогнозам можем планировать, что и дальше будет перерабатывать. Вот, есть планируемые FTE. Как видите, в общем, это несколько разных таких понятий. Сегодня больше для понимания, что, когда мы говорим про численность, это не про headcount. Потому что, когда говорят о количестве людей, обычно говорят headcount. И это просто численность людей. И неважно, кто сколько часов работает. Когда мы говорим о планировании численности, мы здесь больше используем терминологию FTE, предполагая, что вот есть роль и есть стандартная ее занятость. Но мы понимаем, что она может отличаться. Может быть несколько людей по половине занятости. Могут быть переработки, могут быть недоработки. То есть, все может быть. Идем дальше. Планирование численности это не суперпростой такой подход. Есть и управление численностью. Есть много проблем, с которыми нам предстоит сталкиваться и работать. Было бы очень здорово, если бы все решалось чисто математически. Мы там себе запланировали на 1 января 1500 FTE. И вот они есть. На самом деле так это не происходит. Почему? Потому что есть много сложностей, с которыми компания сталкивается. Разные поколения, которые нужно мирить, нужно учитывать их потребности и интересы. Например, какая-нибудь должность инженера, какого-то там узкоспециализированного, это может быть часто очень взрослые люди, потому что там требуется опыт, обучение и куча всего. Где-то нужны студенты. Дальше дефицит навыков. То, что часто отмечают. То есть, в идеальной вселенной мы себе придумали сотрудника, у него есть нужные навыки. А по факту людей с такими навыками за эти деньги нет. Это тоже проблема. Как быть? Удержание сотрудников. Ладно бы взяли, наняли сколько нужно и успокоились. Нужно еще, чтобы они не ушли. Приход глобальных компаний, которые влияют на зарплаты, которые переманивают. Взросление ряда профессий. В общем, много сложностей. Важно понимать, что планирование численности во многом это такой в какой-то степени математический процесс, но этот процесс сталкивается с очень такой нематематической реальностью, которая часто разбивает планы. и приходится мирить план и реальность. Дальше. Понимание сути потребностей компании в персонале и наличии персонала. Есть одна формула, которая планирование считается базовой, и она показывает простой пример. Например, мы знаем, исходя из потребностей бизнеса, что в следующем году у нас есть необходимость иметь 2000 человек на конец года. Самое примитивное планирование будет выглядеть таким образом. Мы смотрим, сколько людей у нас уволится, сколько людей уйдет на пенсию, сколько людей у нас есть и понимаем, сколько нам нужно нанять. Мы уже дальше планируем, как мы будем их нанимать, где нанимать и как вообще эту проблему решать. Вот пример прогноза внутреннего планирования наличия персонала. Например, есть три года, есть текущий персонал, headcount, это люди, и есть понимание, что благодаря текучести это будет снижаться, то есть будут люди увольняться. Дальше есть пенсии, на которые люди могут уходить. У нас, наверное, люди не так часто выходят на пенсию, как в мире, хотя я думаю, что есть студенты из компании, где выходы на пенсию случаются. Соответственно, мы понимаем, что наши внутренние предложения, вот если мы, например, отбрасываем внешний рынок и не закрываем вакансии, оно будет снижаться, если ничего с этим не делать. Дальше мы можем анализировать динамику персонала, для того, чтобы понимать, каким образом будут с разных должностей уходить. Например, есть разные карьерные уровни, есть наймы, есть выходы, есть понимание баланса. Такие примеры, как компания может с такими данными работать. Дальше гэп-анализ. Когда у компании есть понимание, кто компании нужен будет и сколько нужно будет людей по годам, есть понимание, как будет меняться текущая численность с учетом пенсии, с учетом увольнений, возникает понимание, сколько компаний будет не хватать. Разница между целевой цифрой и реальной цифрой. Назовется гэп-анализ и потом уже с помощью разных действий мы этот гэп закрываем. Гэп это анализ пробелов или анализ недостатков. Здесь есть цифры, здесь есть графики, то есть графики позволяют чуть проще воспринимать цифры. Дальше понимание внешнего рынка труда. Мы должны понимать, что как компания мы не находимся в идеальных условиях, когда мы любой персонал в любом количестве можем нанимать. Такого не бывает. Однажды когда я работал на телевидении у меня была такая задача, нужно было закрывать сначала 100 вакансий в месяц, потом 150, потом так получилось, что на какой-то момент в отделе рекрутинга было 200 вакансий. Я понял, что кандидатов на рынке больше не становилось. Вакансии у нас росли, у нас пришло 200 вакансий, и я собрал данные, до конца года мы должны были закрыть еще около 500 вакансий. Когда я увидел, что 200 вакансий не закрыто, еще 500 придет, а у нас уже сейчас есть сложности с таймом определенных должностей, я задался вопросом, как мы вообще будем закрывать эти все вакансии, сколько людей на рынке. Я начал размышлять категории уже не просто потребностей, рекрутинга, категории рынка. Начал задать вопрос, сколько людей на рынке, как я могу узнать. Начал смотреть на джоб сайтах статистику, посчитал, что в Киеве таких людей 10 тысяч работают в разных телеканалах. Этого не хватает, чтобы закрыть наши потребности. Нам столько не отдадут другие компании. Поэтому начал планировать найм в регионах, начал планировать стратегию рекрутинга в регионах, рекламную компанию, чтобы можно было там поехать и понанимать. Вот так это работает. Внешний рынок мы тоже должны учитывать, чем больше компания, чем выше ее аппетиты в нами, тем больше нужно учитывать внешний рынок. Компании из 10 человек, в принципе, не важно, сколько людей на рынке. Она знает, что она себе одного человека в месяц найдет, или даже в два или в три месяца. у компаний из одной тысячи, пяти, а может и десяти тысяч человек есть понимание, что 200-300-500 сотрудников могут и не быть на рынке. Поэтому нужно учитывать, что происходит на рынке. Кроме того, сколько людей есть на рынке, нужно учитывать, что там происходит, какие ситуации, какие тренды. Сейчас очень много событий происходит по всему миру, и их будет происходить все больше и больше, которые влияют на персонал. Поэтому для понимания внешнего рынка очень полезно применять инструмент, он, в принципе, такой очень известный для HR-планирования, для HR-стратеги, называется PESTEL-анализ. PESTEL, потому что аббревиатура от шести направлений, вот они на экране, политика, экономика, общество, технологии, окружающая среда, законодательство. И нужно, чем больше компаний, тем более тщательно оценивать влияние факторов всех шести и того, что в каждом факторе происходит, на компанию и на HR, и в частности на возможности найма персонала. Теперь немножко про современные тренды. Я тут еще раз прокомментирую по поводу английского языка. Во-первых, я недавно делал опрос в HR-чате по поводу знания английского языка, и меня очень сильно порадовало, что уровень текущей знания очень неплохой. То есть людей, которые могут читать на английском, воспринимать, чтение буквы, слова, их большинство. Дальше я хочу просто еще раз напомнить, что вся информация про HR, исследования, какие-то новые подходы, она приходит на английском языке. Поэтому я думаю, что часть материалов из исследований я буду стараться давать на английском, чтобы немножко помогать вам с этим освоиться. Ну и другие усилия по усилению вашего английского тоже планирую предпринимать. Но тем не менее буду объяснять все так, как я объяснял раньше. Итак, текущие подходы к планированию персонала это исследование одной из крупнейших консалтинговых компаний в области HR CEB. Что они говорят? Чем занимаются компании сейчас? 26% занимаются стратегическим планированием персонала. Это круто. 33% просто прогнозированием талантов. 32% планированием стратегическим и 3% ничего не применяют. Что в принципе неплохо. Дальше. Эффективность разных активностей по планированию персонала. Первое. Наиболее эффективно. Стратегическая постановка целей. Это то, с чего все начинается. Потому что если нет стратегии, нет целей, сложно что-то планировать. Потом подготовка плана по персоналу, оценка потребностей, анализ внутреннего рынка, дальше связь с целями бизнеса и анализ внешнего рынка. Это то, что подготовка, дальше исполнение, это план исполнения, это корректировка его и оценка, как план работает. Вот что делают современные компании, насколько они считают, насколько им это эффективно удается. Большинство компаний, как мы видим, не очень эффективно, по их мнению, большинство действий делать, кроме постановки целей. Так что здесь есть много чем учиться. На какой срок компания планирует персонал? Больше одного года, больше, чем один год, но меньше, чем три года, и три года, но меньше, чем пять лет. Большинство вот здесь. На шесть месяцев вот здесь у нас, меньше, чем шесть месяцев здесь, ну, то есть, все-таки такое среднесрочное планирование. Самые большие сложности, которые есть в планировании персонала, это недостаток приоритизации от руководства, то есть, руководство не знает, кто ему нужен. Дальше. То, насколько быстро меняется бизнес-окружение, отсутствие методологии, вот, кстати, и процесса, вот именно этот курс, он и про то, чтобы дать вам методологию и процесс планирования персонала, то есть, мы вот здесь. Отсутствие технологии, это тоже такая беда, у нас, особенно в нашем пространстве, пока еще очень мало зрелых HR-систем, которые могли бы аж планировать персонал. Ну, и дальше там другие менее значимые сложности. Вот, что происходит в этом мире. Надеюсь, сегодняшнее занятие смогло вам дать представление о планировании персонала, что это, зачем это, немножко как это, вот, но дальше мы будем разбираться, как происходит это на практике, то есть, например, как понять, сколько нужно людей в следующем году, исходя из целей бизнеса, как рассчитать, сколько нужно, не знаю, операторов колл-центра, исходя из растущей нагрузки, как понять, загружены люди или не загружены, как учитывать эффективность людей, как сократить количество и не потерять в качестве, такие вопросы, мы о них будем говорить на занятиях последующих. Домашнее задание для тех, кто уже на курсе, оценить, на каком уровне из вот этих четырех указанных ниже у вас планирование персонала сейчас в компании, описать, какие проблемы в компании есть из-за этого уровня, например, панический найм, одна из, мне кажется, будет популярных проблем, панический найм, это когда мы не планируем, потом внезапно нам нужно кого-то найти, кого найти быстро, сложно, и опишите, какие задачи вы бы хотели решить на этом курсе, например, у всех будут разные задачи, кто-то захочет постараться оптимизировать численность без потери качества, кто-то захочет научиться рассчитывать для каких-то новых офисов, новых локаций, новых точек персонала, кто-то, может быть, еще какие-то вещи захочет научиться делать, поэтому было бы интересно почитать, какие вы бы хотели задачи решить, чтобы максимально учитывать ваши потребности. Вот такое домашнее задание. Здесь мы заканчиваем, занятие второе будет про то, какие есть методы планирования численности, то есть как мы управляем потребностью, все формулы, всевозможные прогнозирования, тренды и так далее, мы разберем на втором занятии. На третьем мы поучимся, как учитывать загруженность персонала, как понимать, вот есть работа какая-то, сколько она требует реально людей. Четвертое, как оптимизировать, например, сколько можно людей сократить, если внедрить какую-то автоматизацию. На пятом это эффективность, ну очевидно, например, что три высокоэффективных рекрутера будет закрывать больше вакансий, чем пять среднеэффективных и десять низкоэффективных. Иногда лучше взять три высокоэффективных заплатить зарплату в два раза больше, чем десять низкоэффективных. И меньше рабочих мест будет тратиться, больше будет качества, будет выигрыш, не только финансовый. И шестое занятие, это уже про то, как реализовать стратегию. Окей, мы увидели благодаря третьему занятию, другим, нам нужно где-то вырасти на 30 человек, а где-то нужно сократить 20 человек, а где-то что-то еще, а где-то нам нужно вырастить 15 человек. Как это все делать, какие процессы. Мы не будем учить HR-процессы, но мы будем говорить, какие HR-процессы, как и в чем могут помочь. Например, планирование преемственности персонала или succession planning, как он называется. Что это такое, как это может быть полезно, как его сделать. outplacement персонала. Что это такое, как оно делается, в чем его польза, как убедить руководство потратить на это деньги или ресурсы. Вот такое будет шестое занятие. Такой у нас план. Книги я обещал порекомендовать. Здесь будет книга Economics, потому что я сегодня цитировал, что люди это один из основных факторов производства. Это я из экономикса взял. Вообще вот для любого такая у нас тема, она бизнесовая сегодняшняя. Там про понимание бизнеса, про вклад в бизнес, в пользу бизнеса. Поэтому я подумал, что книга Economics, если вы еще не читали, будет вам точно полезна. Она два тома. Это, по-моему, написано на 21-е издание. То есть ее пересдают, ее обновляют. Ну, из тех книг по экономике, которые мне попадались, это одна из самых лучших. Я когда-то с удовольствием прочитал оба тома. Вот поэтому вам бы тоже рекомендовал. Да, и кроме того, что это про понимание бизнеса, это еще про понимание экономики. То есть внешний рынок, что там происходит. Там есть основы спроса и предложения. Потому что про таланты, ну, про персонал тоже говорят. Есть talent supply и talent demand. То есть есть с одной стороны потребность компании, а есть предложение. Причем выделяют внутренние предложения, это текущие сотрудники, и предложения на рынке труда, это внешние сотрудники. Короче, вот все эти вещи, они, в общем-то, очень интересны и полезны для общего развития. На этом сегодня все. Если какие-то вопросы остались, кроме вопроса, почему все на английском, задавайте. Если вопросов нет, можно написать, что наиболее ценного для вас было сегодня, что вы для себя выносите, с чем вы для себя выходите. Да, кто будет смотреть в Ютубе, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, ну, сами знаете, что делать. Обычно рассказывают колокольчик, лайк, все такое, комментарии положительные желательно. Так, если, я смотрю тут в Фейсбуке и здесь в Зуме, если комментария, вопросов нет, надеюсь, все было тогда понятно. Всем большое спасибо за интерес к этой теме. Я всегда, знаете, вот приятно видеть людей, которые не какие-то базовые темы, не только базовыми темами интересуются, хотя они тоже важны, а и такими более глубокими темами, коим является планирование персонала. Тема такая для продвинутых. Спасибо всем за интерес. Ага, вот есть комментарии. Спасибо, как всегда, очень интересно и полезно. Спасибо большое, было полезно. И вам тоже спасибо и надеюсь до скорых встреч. Следите за анонсами открытых вебинаров в телеграм-чате, буду там писать. До скорых встреч, пока-пока.